Приветствую всех! Как и обещал, разговор сегодня пойдет о тех самых лжецах, профанах и мелчах, которые выдают себя за специалистов и несут чушь со страниц своих ютуб-каналов ради дешевого хайпа. А точнее об одном конкретном лжеце, авторе канала Флот Бардак. И об одном из его видео, где он несет лютую ахинею про гироскопы и гирокомпасы. Я как специалист в области навигационного оборудования, в том числе и гироскопического, конечно большую часть видео не мог смотреть без смеха, но иногда я смотрел вот так. Да что ты, черт побери, такое несешь? Такой концентрации ошибок, вранья и откровенного бреда я давно не видел, по крайней мере в видео, где автор выдает себя за специалиста. Я не стану разбирать все видео целиком, не вижу в этом смысла. Разберу только самые эпичные моменты. А в конце будет обращение к автору канала, с предложением, от которого он не сможет отказаться. Итак, поехали. Скоростные характеристики также отрицательно сказались на результатах работы магнитного компаса. Дело в том, что на высоких скоростях магнитный компас стал неустойчив в меридиане, и его показания часто давали ложь, давали ложные показания. Тут морячок сразу облажался. Он рассказывает про так называемую скоростную девиацию, которой нет у магнитного компаса и никогда не было. Она есть как раз у гирокомпаса. Видимо, большой объем информации, которую он пытался изучать перед созданием видео, просто смешался у него в голове. Основное свойство всех гироскопических приборов, гироскопов, это сохранение своего положения в пространстве. Подожди, так гироскопических приборов или гироскопов? Вообще, дальше по ходу видео этот сказочник будет постоянно подменять гироскоп на гирокомпас и наоборот. На всем транспорте, который использует гироскопические приборы, в соответствии гироскопы, используют свободные гироскопы. Строго говоря, действительно свободные гироскопы не используют почти нигде. Давайте перечислю основные гироскопические приборы. Собственно, сам гирокомпас. Одна из трех степеней свободы ограничена. Он уже не свободный. Гирополукомпас. Ротор помещен в карданов подвес, который обвешан аж двумя комплектами силовых корректоров, один из которых по аналогии с гирокомпасом принудительно удерживает главный ось горизонтально. То есть здесь тоже нет свободного гироскопа. Авиагоризонт. Там также несколько корректирующих механизмов, но удерживающий главный ось, как правило, уже вертикально. Автор вообще не понимает, что прибор с действительно свободным гироскопом нужен для единственной цели показывать ориентацию в мировом пространстве, что в пределах Земли вообще как бы мало кому нужно. А вот прибор с действительно свободным гироскопом – это так называемый навигационный индикатор, и аналогичный ему. Думаю, вы догадываетесь, где такие используются. Кстати говоря, небольшая справка. Гироскоп переводится с греческого как «гирос» – «вращение», а «скопио» – «наблюдая», то есть «наблюдая вращение». Но по какой-то из неизвестных причин люди приравнивают это к вращению Земли. Кстати говоря, небольшая справка. Это определение ему дал изобретатель Месье Фуко, потому что с его помощью впервые наблюдал вращение Земли. Так что, сынок, поосторожней со справками в следующий раз. По непонятным причинам. Потому что если мы посмотрим на Елу, то она сама по себе, мы можем наблюдать ее вращение. И из этого исходит логический вывод о том, что человек смотрит и наблюдает ее вращение. Все. Но никак не вращение Земли. К чему это было приравнено, я не знаю. Да, ты можешь наблюдать ее вращение благодаря прецессии. Видимо, у тебя в голове родилась мысль, что любое отклонение гироскопа мы связываем с вращением Земли. В общем, обычное плосковерское. Сам придумал, сам разоблачил. Есть гироскоп. Ему совершенно не интересно, где находится центр Земли. Его волнует лишь одно, в каком положении его раскрутили, и в том положении он и занял свое направление. Но если уж говорить прям совсем простым языком, то гироскоп это уровень. Уровень, который используют в строительстве или еще где-либо. Каким-то образом у морячка гироскоп, которому все равно, где центр Земли, вдруг стал уровнем. То есть морячок здесь совсем не видит противоречий. Но в учебнике нам это не объясняют. Нам говорят, вот картинка на... Приводят просто какие-либо формулы, говорят, что это правдивее. Но исходя из опытов, исходя из того, что мы наблюдали, того, что мы видим, это не так. Каких опытов, морячок? Какие опыты ты проводил? Как гироскоп определяет, где центр Земли? В этой точке или в этой точке или в этой точке? Что заставляет определять его, где центр Земли? Свободный гироскоп ничего и не определяет. Определяет гироскопический прибор. Например, авиагоризонт. В общем, морячок снова подменяет понятие гироскоп и гироскопический прибор. Гравитация, скажете вы? А что если я вам скажу, что это просто теория, это не факт? А что если я скажу, что всем плевать, что ты скажешь насчет гравитации? Не припоминая, чтобы ты или кто-то из вас, пустозлонов и неучей, успела провернуть эту самую гравитацию. Гравископ, гравитометр, гравиразведка. Это все то, от чего вы до сих пор шарахаетесь, как черт от ладана. В общем, не зачет. Особенно забавно то, что неважно, во что верит он или даже я, или даже теория гравитации в корне не верна. И это не отменяет того факта, что противовес в том же гирокомпасе все равно будет стремиться вниз. Меньше, чем я охренел, я не могу сказать. В документации четко и ясно описывается о том, что в нем устанавливаются два гиромотора. Вы просто представьте мое удивление. Есть гиросфера, в нем установлены два гироскопа. Как нам говорят о том, что гироскоп сам находит север, он устанавливается в меридиан и так далее. Два гироскопа установленных. Один из них, получается, будет мешать другому. Они образуют угол 90 градусов. Каким образом? Либо они оба находят север, либо один из них находит север. Здесь уже как-то получается непорядок какой-то. И сколько бы гироскопов ты в нем не устанавливай, то они все будут стремиться к северу. Но как тогда образуется угол 90 градусов? Вопрос. Вот это шокирующая информация. Оказывается, целых два ротора. Ребенок в шоке. Морячок, а не тупой ли ты часом? Ты где учился вообще? В ПТУ на сантехника? Да простят меня сантехники? Или все-таки в мореходке? Ты взялся за тему гироскопов, но не потрудился изучить вопрос чуть глубже, чем дает первая страница в поиске гугла? Так вот, слушай сюда, школота. Есть у гироскопов такая вещь, как вектор кинетического момента. В случае с гирокомпасом, именно этим вектором он стремится совместиться с меридианом. Ладно, мои зрители, но ты, якобы специалист, должен знать, как складывать векторы. Вот так они складываются. И векторы кинетического момента складываются точно так же. Два ротора работают как один. Не важно, насколько они мешают друг другу. Главное, что суммарный момент все равно выше, чем у одного ротора. Запомни все это и не неси бред, позорище российского флота. Даже на схемах, предоставленных тобой же, указана линия ориентации гиросферы. Вот она, обозначенная буквами N и S. Думаю, ты догадываешься, что означают эти буквы. И как видишь, она расположена четко посередине между векторами двух роторов. И тут ты невольно начинаешь думать, а как вообще такое возможно? Исходя из данных, что гироскоп сам находит север, это пишет нам в Википедии и прочие другие источники. Как нам, конечно, не описывают, как он находит север. Ну, вообще-то описывают. И вполне подробно. И даже большинству в целом понятно. Но не тебе. У тебя в голове похожий майонезик вместо мозга. Есть некая процедура по переводу гирокомпаса в меридиан. Это, в общем, рабочая лексика. Что делается? Запускается и ожидается 3-7 часов после того, как он зайдет в меридиан. Но! Но! Есть ускоренный вид перехода гироскопа в меридиан. И вот это вот более интересно. И что тут удивительного? Чтобы не тратить время, можно выставить его приблизительно по магнитному меридиану. Но это по-прежнему не снимает вопроса. Гирокомпас определяет направление на географический полюс, а не на магнитный. А как же он это делает? А морячок не знает ответа. Дальше следует разговор морячка со специалистом, который лишь подтверждает мои слова. Что гирокомпас сам встает в меридиан. Вам удобно говорить? Да, 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 могу. У меня вопрос такой по поводу гирокомпаса. В общем, дело в том, что когда вы его отключаете, скажите, а как гирокомпас находит курс? Ну, нужный курс? Или вы его принудительно выставляете на нужный? Зачем? Он сам входит в меридиан? Нет, я понял. Никак не поставить. Нет, то есть вы его отключаете, произвели ремонт неработы, там жидкость поменяли. Вы его потом включаете, он сам находит сам? Да, конечно. Но морячок не унимается. Там были еще разговоры со специалистами, которые также подтверждают, что гирокомпас сам находит географический полюс. Вы необычный компас специализируете на гирокомпас? А, смотрите, он сам находит истинный север, правильно? Он встает на регион. Это называется искусственный регион. Приходит на регион. Ну, истинный север, конечно. А как-то еще надо. Но их слова морячок в итоге проигнорирует. Вопрос номер два. Как гирокомпас, на который не воздействует магнитное поле Земли, определяет сам, где находится истинный север? Какое отношение имеет магнитный компас к географическому северному полюсу? Вопрос номер три. Если просто представить, чисто гипотетически, чисто на грани фантастики, что гирокомпас сам находит север, и никто ему не помогает. Вообще никто. Потому что я люблю фантастику, мне она нравится. Надеюсь, что вы тоже любите фантастику. Просто представим, что гирокомпас сам находит север. Но документация от нас требует, чтобы 3-4 часа судно стояло неподвижно. Да, документация эта требует для проверки следящей системы. Для тех, кто не в курсе, эта система отслеживает положение гиросферы и передает сигнал о ее положении на индикатор курса. К способности гирокомпаса находить истинный север это не имеет никакого отношения. Зачем? Чтобы он вошел в меридиан. Есть рабочая лексика. Чтобы гирокомпас вошел в меридиан. Чтобы судно было неподвижно. От нас требует документация. Но, казалось бы, если он настолько точный прибор, включи его и иди в море. Но нет, от нас требует, чтобы судно было неподвижно и стояло ошвартовано к причалу. Зачем? Мы же можем просто выйти в море и он сам все определится, зачем. А почему прибор не запускают на ходу? Ну, а потому что есть скоростная девиация. Как говорится, учим отчасти. И я знаю, что случится в этом случае. Как только гирокомпас будет выключен, к примеру, судно соберется в рейс. И, к примеру, оно забудет его включить. Как только оно вышло в рейс, идет, так скажем, по морю уже спокойно. Потом Херак вспоминает, ага, у нас же не работает ничего. Ну, всякое бывает. Включили его, поставили, начали ожидать, когда он начнет переходить в следя... Когда он начнет входить в меридиан. И как только они включат следящую систему, там получится такая билиберда, что просто... Он не то что не найдет истинный север. Он будет выдавать такие ошибки, что просто мама не горюй. Вот бы он все эти свои фантазии хоть чем-то подтвердил. Вопрос номер четыре. Почему гирокомпас начинает врать, тем более очень хорошо начинает врать, в северных широтах? Это у нас очень точный прибор, я прошу заметить. Но, тем не менее, начинает он врать. Что в том, что если судно обесточится или что-то там такое, да? То спокойно можно по этому компасу заходить. И с лечением, иногда гирокомпас начнет врать, гирокомпас начнет врать, гирокомпас начнет врать. И мы с привычем, когда гирокомпас с магнитным. Мы смотрим. «Школота не позорь, российский флот». Есть такое понятие, как скоростная девиация. Плохо же ты все-таки матчасть знаешь Позорище Ну как мы уже с вами знаем, все гироскопы, которые используют в технике Либо еще где-то, это свободные гироскопы, заключенные в гиросферу, в гирокамеру Повторяться не буду, уже говорил выше, почему этот клоун ошибается И сейчас я вам покажу опыты, в которых люди производили Ну, в общем, опыты с гироскопом И если у вас гироскоп отклонится хоть на градус То земля, конечно, имеет вращение Если нет, то извините меня Первый опыт А свободный ли гироскоп? Одно наличие провода, мешающего развороту, говорит, что нет Ну, в общем, эксперимент не засчитан Второй опыт о том, как неуча Беляева подставили Кто не смотрел? Экспериментатор сам не знает конструкцию гиры вертикали И не в курсе, что там два независимых механизма коррекции Он отключил только один Если, конечно, действительно отключил А не щелкнул левым тумблером для вида Как мы видим из предыдущих опытов Толкаюсь, делай с ней что угодно Ей ничего не будет Как она стояла в одном и том же направлении? Как она остается? Вы просто представьте Вращение ротора гироскопа, который упрощается 29 тысяч оборотов в секунду 29 тысяч оборотов в минуту Просто представьте Попробуйте толкнуть его молоточком Получится у вас искривить, произвести прецессию или нет? Все верно 29 тысяч оборотов против пары сотен у волчка Если бы морячок более подробно изучал прецессию Он бы знал, что чем выше обороты, тем сложнее отклонить ось С чем мы можем абсолютно согласиться? С тем, что прецессия происходит только в момент, когда ось ротора начинает замедляться Нет, морячок Прецессия происходит все время, пока есть воздействие И мгновенно пропадает, как только исчезает воздействие Ладно, ты туповат И не осилил такой простой материал Но зачем ты своих зрителей вводишь в заблуждение? Для того, чтобы изолировать гирокомпас от воздействия внешних возмущающих сил И тем самым предотвратить ненужные прецессионные движения Применяются различные способы подвеса Чувствительные элементы Виды подвесов бывают разные Торсионные, жидкостные, комбинированные виды подвесов Поэтому в свободном гироскопе, который используется, прецессии как таковой быть не может Вот это экспертное заключение Видимо, то, что гиросфера конструктивно устроена так, что стремится занять одно положение относительно горизонта Морячку неизвестно Я бы ему рекомендовал почитать внимательно литературу, которой он уже и хвалился в начале видео Там черным по белому написано, что центр тяжести гиросферы находится гораздо ниже ее геометрического центра Точно так же, как и в маятниковом гирокомпасе Которые я показывал в своем предыдущем видео Учимая часть морячок и больше так не позорься Нам в Википедии пишет, что гироскоп сам находит истинный север Окей Нам дурачок, с которым Ромазан общался в чате, тоже говорит, что он находит истинный север сам Хорошо Морячок снова подменяет понятие гироскоп и гироскопический прибор Но документация, в которой указано, говорит о том, что его можно направить на любое светило Так давайте уже разберемся, либо гирокомпас сам находит истинный север, то есть у него постоянно идет направление туда Либо, либо происходит, о чудо, мы можем направить его на любое светило, на какое мы захотим Как говорят врачи, это тяжелый случай Морячок так до конца и не определился, о чем же он говорит То ли о гирокомпасе, то ли о свободном трехстепенном гироскопе Еще раз объясняю для особо одаренных На север ориентируется ротор гирокомпаса А фиксирует свое положение относительно любой выбранной звезды Трехстепенной свободный гироскоп Ротор гирокомпаса и ротор свободного гироскопа Обладают разными физическими свойствами Это не одно и то же Если наш морячок так и не смог разобраться даже в таком простом вопросе То тут, как говорится, медицина бессильна В общем, дорогие зрители, как вы поняли Наш морячок полный профан и неуч Хоть и работает на флоте Не знаю, какая у него там должность Наверное, почетный балласт на борту Но в навигационном оборудовании в любом случае он полный ноль В итоге он делает вывод, что все книги врут Специалисты дурачки, ничего не понимают И всем пудрят мозги Ну и гирокомпас, конечно же, якобы вообще не работает Полюс не ищет и стоит на кораблях, наверное, просто для красоты В общем, вот такой вот так называемый специалист Все, что я сказал выше И не только это, я написал в комментариях под тем видео Морячок не смог возразить ни по одному пункту Хотя это неудивительно Вместо этого он начал известную многим гнилую демагогию в стиле Это ты в комментариях такой умный Ну и начал пугать беседы с более умными людьми, чем он Хотя практически кто угодно более умный, чем он Но не будем обсуждать диагнозы Чуть позже в ВКонтакте он решил напугать меня тем, что когда-нибудь уж точно ответит на все мои претензии и вопросы Ну да, ждем с нетерпением Когда он еще раз перечитает все те книги, которыми хвалился в начале видео Или еще раз поговорит со специалистами Хотя я ждать не захотел и предложил ему интересные пари Раз уж он такой весь из себя якобы специалист А предложил я ему следующее Я ставлю на кон свой канал и 100 тысяч рублей сверху Ставка с его стороны оба его канала Флот Бардак и Флот Бардак Лайф Условия простые Он наконец отвечает всего на один вопрос Как же гирокомпас сам находит географический меридиан на якобы плоской стационарной земле? Либо доказывает, что гирокомпас на самом деле не может находить самостоятельно географический меридиан Если он сможет это сделать, он получает деньги и я удаляю свой канал Если не сможет, он удаляет свои каналы Срок на ответ месяц с момента принятия моего предложения Одна попытка на ответ Ну что, морячок, принимаешь предложение? Да или нет? Или так и будешь избегать ответа? Для тех, кто не в курсе, я предложил ему это пари сразу после выхода его видео И он до сих пор боится сказать, принимает он вызов или нет Казалось бы, что сложного? Да, да, нет, нет Но ответа я до сих пор не получил Морячок, а не трусли ты часом? Не уверен в своих силах? Или просто заранее знаешь, что не вывозишь эту тему? В общем, зови на помощь кого хочешь Хоть Беляева, который опозорился с Гирой Вертикалью Хоть даже Германикуса Сафонькой, которые тебя пиарили Никто тебе не поможет Я все сказал, ответ за тобой Всем зрителям спасибо за просмотр и всего вам доброго!